Сегодня с тобой говорим про ранний климакс, и это бывает достаточно часто в моей практике. Я Алена, медицинский психолог-нутрициолог, соответственно, здесь про профилактику. Если ты смотришь мой канал, я очень тебе рада, и, соответственно, буду благодарна, если ты максимально будешь делиться тем, что для тебя важно. Ранний климакс, что хочется сказать, временно пауза и как не стареть раньше времени. Очень многие боятся приближения климакса, и действительно, это такие вещи, которые серьезно затрагивают ваше физическое, эмоциональное и нервно-психическое состояние. Многие думают о том, что пить, что есть, куда ходить, как двигаться, и заморачиваются этим достаточно ярко и правильно. Я могу сказать, что чем раньше ты начнешь думать о том, что менопауза, климакс может случиться совершенно в неожиданное время, и здесь не поможет гинеколог, если ты не будешь хозяйкой на своей кухне и в своем организме. Многие боятся гормонов, пить или не пить, это очень личное дело, и я считаю, что здесь вы договариваетесь со своим доктором и, в принципе, работаете с своей задачей. Следующее, когда мы с тобой говорим про климакс, то, конечно, здесь мы с тобой говорим про все, что необходимо для твоего восстановления. И многие не соблюдают даже простого, то есть они не понимают даже про фаз детокса в печени, я уже не говорю о чем-то другом. То есть я там объясняю, например, что нужен магний, нужны доноры, метионин, B12, B6, холин, фалаты. Ну, то есть люди вообще живут просто далеко, это не наука, это какая-то реальность. То есть если когда мы с тобой говорим про женские гормоны, то, конечно, детоксикация – это суперважная вещь. И да, у кого-то, даже из мужчин, например, начинаются там онкологические процессы, у кого-то бесплодие, у кого еще какие-то дисфункции, но часто я слышу о том, что я не хочу, я не хочу, я не хочу этим заниматься, я не хочу в это вникать, я хочу выпить таблетку и все. Ну вот вместо таблетки я рекомендую просто начать пить чистую воду, использовать чистые средства личной гигиены, это минимум стресс, такой как кофеин и другие энергетические напитки уменьшать. Второй момент – физические упражнения по максимуму добавлять в свою жизнь и сделать это нормой жизни. Другой момент, когда мы с тобой говорим про стрессовое состояние, то, конечно, здесь только работа индивидуальная, личная с психотерапевтом, который тебя может взять, потому что хорошие психологи, они на дороге не валяются. Следующее, когда мы с тобой говорим про приближение раннего климакса, то здесь важно все. Многие говорят, я выпью добавки и там все произойдет. Нет, не произойдет. Я скажу, я пила когда-то добавки на 100 тысяч, на 200 тысяч, но ничего не работало. Я пила для другой цели. Я пила после перелома. Не работает ничего, если у тебя, в принципе, нездоровый желудочно-кишечный тракт, то есть ты не усваиваешь свой белок, у тебя нет нормального желчооттока, нет усвоения в кишечнике, там какая-нибудь бродильня или какая-нибудь непонятная история. То есть все это действительно связано и связано с ранним старением. И мне говорят часто, ну а наши же бабушки, ну а наши же дедушки. Если тебе действительно важна твоя жизнь, то ты не оглядываешься на прошлое, ты смотришь здесь, сейчас, что есть, из чего нужно исходить. Иногда нужно исходить из мелочей, то есть вообще элементарно начать с самого малого, что у тебя есть. Следующее. Когда мы с тобой говорим про менопаузу, да, то здесь важно не бояться с этим встретиться, со всеми проявлениями. Плюс я считаю, что добавки важны, супер важны. И вообще всегда. Следующее. Надо знать продукты, которых избегать. Это там соя, вообще всякие химические продукты, пестициды. Это все гормональные разрушители. Мясо и молочные продукты с гормонами, которые часто в магазине продаются из разряда здоровые, это нездоровые продукты. И нужно очень осторожно к этому подходить. Когда мне говорят, молочка же не запрещена, вы же говорите тоже, о кисломолочные можно. Но я же не гарантирую качество, правильно? И здесь уже каждый за себя отвечает. Следующее. Когда мы с тобой говорим про бесплодие женское, да, и это совершенно другая тема. А вот менопауза и климакс – это то, что ты максимально-максимально можешь исправить благодаря своему питанию и своему движению. Плюс, возможно, работа с гинекологом, плюс параллельно с психотерапевтом. Это минимум. Другой момент. Питание – наше все. То есть, мне говорят, в питании сейчас ничего нет. Но я скажу, не совсем. Не совсем прям ничего нет. Кому что надо, тот, что надо, да усвоится. Следующее. Когда мы с тобой говорим про раннее проявление менопаузы, то, конечно, здесь важна работа со всем организмом. Нет такой части, которая не важна. И последнее. Физическая нагрузка будет способствовать восстановлению более быстрому. И ты будешь ощущать себя более гармоничной. Пиши свои вопросы. Я хочу сказать, что у меня в практике сейчас 6 человек с этой ситуацией. И достаточно сильно можно уже себя поддержать, если захотеть. И я об этом часто пишу, как в своих социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!